В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Илья Симонов, главный врач Центра медицинской профилактики. Добрый день! Добрый день! Сегодня мы поговорим об акции «Лето без табачного дыма». Как она проходит? Я знаю, что сейчас первый этап. Да, сейчас, ну, на самом деле, первый этап – это информационный этап. То есть первый этап – это на котором мы привлекали волонтеров для того, чтобы жителям города рассказать об этой акции. Сейчас уже идёт второй этап – это этап первичного тестирования. То есть это этап, на котором любой желающий может прийти в кабинеты по отказу от курения или на нашей мобильной площадке, которая действует в М5 Моле, и совершенно бесплатно пройти первичное обследование, где этим людям определится функция внешнего дыхания, степень никотиновой зависимости и ряд других показателей, чтобы потом предоставить ему возможность в течение месяца отказаться, воздержаться от курения, а потом уже на этапе вторичного тестирования заново проверить все эти показатели и объективизировать, бросил человек курить или не бросил. Давайте подробнее расскажем рязанцам, как проверяется здоровье. Первое, что делается – это тест на определение степени никотиновой зависимости. От этого зависит очень многое, потому что эта зависимость у всех разная. Кому-то даже приходится назначать медикаментозную поддержку и назначать повторные приёмы врачей в тяжёлых случаях. Когда кому-то, у кого-то может оказаться очень лёгкая зависимость, и ему не потребуется постоянное наблюдение врача или какая-то медикаментозная поддержка. Это вот такая, наверное, база. Затем обследуются функции внешнего дыхания. То есть это пикфлоуметрия. Просто уже доказано, что степень, ну, этот показатель сильно зависит от того, курит человек или не курит. Исследуется уровень угарного газа, выдыхаемого в воздухе. Это тоже показатель очень сильно ухудшается у курильщиков. И в ряде наших кабинетов определяются следы никотина в моче. Скажите, могут ли желающие бросить курить, обратиться, ну, допустим, они не успели доехать на площадку, да, и обратиться в свой поликлиник? В наших поликлиниках и в поликлиниках районов области, в таких районах, как Пронский, Ряжский, Рязанский район, город Скопин, Касимов, Сасово, Шилово. Работают тоже кабинеты по отказу от курения. Всего таких кабинетов в нашей области 18 вместе с Рязанскими. Вот в эти кабинеты любой желающий может обратиться совершенно бесплатно. Больше того, я вам хочу сказать, что любой желающий бросить курить может обратиться в эти кабинеты и вне этой акции. Другое дело, что если этот желающий обратиться вне акции, да, то он не получит предусмотренных, забегая чуть-чуть вперед, не сможет получить предусмотренных призов за победу в этой акции. Вот человек, который поедет в поликлинику, какие документы он при себе должен иметь? Ну, это, в принципе, стандартные документы при обращении в любую поликлинику. Это паспорт, полис, СНИЛС. Кабинеты отказа от курения, вы сказали, работают бесплатно. Это всегда так было? Всегда так было, да. Если быть точнее, они называются кабинеты помощи при отказе от курения. То есть отказывается всё-таки сам пациент, а уж мы ему помогаем в этом. Они работают с 2010 года и всегда они работают бесплатно, да, в рамках ОМС. Как вообще строится работа с пациентом? Мы же понимаем, что, да, если человек курил всего год, ему может быть всё-таки проще отказаться. А есть люди, у которых большой стаж, там, 10 лет, 20 лет. Вообще, как строится работа с пациентом? Но все врачи, работающие в кабинетах помощи при отказе от курения, они все прошли тематическое совершенствование, касаемое помощи при отказе от курения. И всегда подход строго индивидуальный. То есть каждый человек приходит, ему делается вот это первичное тестирование, которое я сказал, независимо от того, в рамках ли акции или вне рамках этой акции. И составляется всегда индивидуальный план дальнейшего ведения пациента, по которому назначаются и повторные явки с контролем, может назначиться медикаментозное лечение, о котором я говорил, может быть, даже консультация каких-то других специалистов. То есть пациентов мы ни в коем случае не бросаем, мы с ними контактируем, вызываем на себя активные, если они вдруг потерялись. Сколько времени даётся во время акции пациенту на то, чтобы бросить курить? По положению нашей акции мы смотрим период в течение месяца. Но у нас первичное обследование проводится с середины июня до конца июня, а повторное обследование проводится с начала августа до середины августа. Таким образом, этот период может составлять у каждого пациента от месяца до полутора месяцев. Вот в этот небольшой период, мне кажется, а какие должны показатели прийти в норму или улучшиться? Вот что самое основное? Смотрите, есть, что самое основное, это такой довольно философский вопрос. С моей точки зрения, как врача, самое основное, это, конечно, степень зависимости никотиновой. Это всё-таки наша главная задача, потому что человек может, скрипя сердце, месяц не курить, а потом закончится акция. А если степень никотиновой зависимости останется высокой, он с большей долей вероятностью вернётся всё-таки к курению. Поэтому, с моей точки зрения, главное, что должно измениться, это всё-таки уменьшить степень никотиновой зависимости. А остальные показатели, такие как показатели функции внешнего дыхания, уровень угарного газа, выдыхаемого в воздухе и следы, это показатели, они просто позволяют точно с очень высокой долей вероятности и подтвердить, что да, вас человек сейчас не обманывает, он действительно этот месяц не курил. То есть это важно для того, чтобы мы объективизировали данные, а вот уже степень никотиновой зависимости, это важно уже для самого человека. Наша всё-таки цель, чтобы они не месяц не курили, а чтобы люди вообще перестали курить. А бывали вообще такие случаи, что вот бросил на месяц, потом начал опять и перешёл к вам через год? Конечно, бывали такие случаи, потому что, в принципе, из всех участников акции, ну, не все бросают курить, даже в течение акции не все держатся. Конечно, такие случаи бывают, к сожалению, но всё-таки вот эффективность нашей работы, на мой взгляд, она растёт, потому что если посмотреть статистику, в первые годы у нас месяц даже, в течение месяца сумели воздержаться, ну, порядка 30% от всех участников акции, то последние годы уже у нас стойкий уровень, половину участников акции в течение месяца объективно воздерживаются от курения. А как вы считаете, что повлияло? В принципе, повлияло то, что вектор вот на здоровый образ жизни, у нас он становится всё сильнее и сильнее, и становится, слава богу, модным, модно становится быть здоровым, модно не курить. Если раньше когда-то, я помню, ещё это было модно курить, то сейчас же становится модно не курить, и всё-таки это действует на людей. Это самое главное. Если взять статистику возрастную, кто чаще к вам приходит, молодые люди или пожилые, мужчины или женщины, вот в этом плане мы можем сказать? Ну, однозначно, это молодые люди, это люди трудоспособного возраста к нам приходят. А у нас статистика, собственно говоря, совпадает с статистикой курильщиков. То есть, как у нас, у нас всё-таки большинство курильщиков мужчины трудоспособного возраста, вот у нас и выборка, можно сказать, репрезентативная. А какой сюрприз вы приготовили для тех, кому удастся бросить курить? Ну, смотрите, у нашей акции есть партнёры, и с года в год они нам помогают проводить эту акцию. И с их помощью нам удаётся вознаградить участников акции, которые, воздержавшись от курения, абонементами в фитнес-клубы, абонементами в бассейны, спортивные комплексы, которые в районах существуют, и для профилактики зубов в клинике про эмстоматология. То есть, ещё эстетический вид лучше сделать. Да, 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 совершенно верно. Вот мы уже с вами говорили о статистике, что проводится почти 10 лет. 10 лет будет в следующем году этой акции. Растёт ли количество желающих прийти к вам и бросить курить? Да, растёт количество желающих. Если в самом начале, в старте этой акции, в акции не набиралось даже и сотни желающих, то сейчас, по моим прогнозам, в этом году мы достигнем уровня 350-400 участников. Но за счёт того, что мы стали больше внимания уделять выездной работе, мобильным площадкам, и вот мы впервые в этом году организована выездная работа Центра здоровья областной клинической больницы. Они выезжают в те районы, в которых отсутствуют кабинеты помощи при отказе от курения. Допустим, в Рыбновский район они уже выехали и обследовали, и провели там первичное обследование. Я думаю, что за счёт этой работы мы существенно увеличим количество участников акции. Но очереди стоят в этом году? Да, очереди стоят, и мы стараемся, чтобы в очереди люди не конфликтовали, чтобы всё было культурно и доброжелательно. Но я вам всё-таки желаю, чтобы как можно больше среди тех, кто к вам обратился, было людей, которые действительно бросят курить. Я напомню, что это была программа «Городские встречи». У нас был в гостях Илья Симонов, главный врач Центра медицинской профилактики, и мы говорили об акции «Лето без табачного дыма». Спасибо, что пришли. И вам спасибо большое. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город».